Приветствую вас! И, по всей видимости, мужчина считает, что то, что он вложил в вас, вот то, что он сделал для вас, означает, что вы ему должны. Означает, что он ожидал от вас чего-то взамен, ожидал от вас понимания, принятия, может быть, быть может, о следовании любому его капризу, может быть, чему-то еще. И в итоге, когда он вас бросил, для него это означает прозрач, поражение. Потому что, ну, у него была семья, была жена, были, значит, дети, судя по всему, раз вот вы в печи, что бросил нас. И все это он потерял. И это для него означает, что он не справился. Он не смог сохранить вашу семью или ваш союз. И вы, для него, это символ его неудачи. Вы, для него, это подтверждение того, что он оказался перед чем-либо без силы. И, по всей видимости, если он злится, если он злится, чувства к вам у него какие-то были, но желания чисто для себя оказались все же сильнее и что послужило определяющую роль при его поведении, при его выборе поведения. Именно из-за того, что желания мужчины оказались выше чувств к вам, выше необходимости что-то для вас делать, он, видимо, рассчитывал, что когда вас бросит, будет счастливее. Но счастье ему это не принесло, и из-за этого он винит вас в том, что он несчастливый. То есть вы вначале, по его мнению, его очаровали, его завлекли в свои ситы, потом сделали так, чтобы его отбросил, а когда он попытался быть счастливым, но у него не получилось, он в этом тоже винит вас, что с вами он потерял что-то ценное. И почему? Давайте мы с вами скажем так. Так, вот человек, который месяцы из лиц. Это какой человек? Это человек, у которого есть определенный дефицит. Дефицит чего? Это дефицит, в первую очередь, каких-то своих желаний, это дефицит каких-то своих потребностей и так далее. И у мужчины этот дефицит никак не оккупируется. Вот именно по этому он себя ведет подобным образом. Именно по той причине, что у него есть тотально неудовлетворенность. То есть не нужно думать, что его негативные реакции, его негативное поведение направлено на вас. Оно направлено не на вас. Оно направлено на него же, но через вас. То есть через вас мужчины пытаются как-то разрешить свой внутренний конфликт. И делают это наиболее простым для него способом. То есть, как сказал мой коллега, переложением ответственности на другого человека, то есть на вас. И, надеюсь, теперь, когда вы поняли причину, по которой вас бывший так себя ведет, вы не будете на это реагировать, потому что мужчине нужно, и эта нужна для него критичная, показать себе, ну, главным образом, себе, конечно, показать себе, что вы хуже него. Вы хуже него во всех отношениях, потому что, если вы лучше, то получается, что его выбор, то есть его уход от вас, это его ошибка. А признать свою ошибку, признать самому себе в том, что совершил ошибочное, глупое, неправильное, неудачное действие, мужчина не может, потому что он слишком горд, это бы задело его самолюбие, его самооценку, самомнение, и для него это не его нафима. и вот потому он использует все средства, все силы для того, чтобы вас унизить, чтобы вас как-то принизить, а себя возвысить. Вот и все. делает он это именно потому, что у него нет того, чего он хочет. Делает он это именно потому, что он несчастлив, только несчастные люди так себя ведут. Несчастных людей можно пожалеть, а раз можно пожалеть, то и относиться серьезно не стоит. Потому что людей, которых можно и нужно жалеть, они похожи на детей, а детей мы серьезно не воспринимаем. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...